Хорошее было видео, прекрасно. Добрый вечер еще раз всем. Хорошее прекрасное видео. Это видео я очень люблю, потому что оно вживую отражает ту составляющую, которая была в то время, да? Помним мы, когда не хватало бетона, когда у нас было очень трудно. Мы начинали в экотехнопарке Марина Горка и все, что было с этим связано. Но тем не менее, этот прекрасный и великолепный экотехнопарк, он же и демонстрационный сертификационный центр, он действует на сегодняшний день. Действует и очень хорошо мы на нем, именно в нем, на наших путевых структурах мы испытываем наш вид транспорта. Почему я говорю наш? Потому что все те партнеры, все те коллеги, которые присутствуют и те, кто уже помогли этому проекту встать на ноги, я бы вот так сказал, то это уже наш вид транспорта, потому что мы с вами к этому причастны. Для тех, кто меня не знает, Владислав Волков меня зовут, технический университет я закончил и руковожу СВСС с 2015 года Бельгия и Санкт-Петербург. Как раз вот в данный момент вернулся из Санкт-Петербурга в двухдневной, трехдневной поездке. Был я там в деловой поездке, именно направленной по нашему направлению, по развитию нашего направления, по внедрению его в нашу прекрасную Российскую Республику. Российскую... в российском направлении. Вот, я бы так сказал. И очень удачно все прошло у нас с коллегой. Коллега был, со мной ездил Алексей Дьяков, тоже великолепный и прекрасный человек, знающий свое дело, технологию знающий. И мы с ним провели там очень серьезные встречи, переговоры. И получили обратную связь. И вообще получили понимание, как действовать, что действовать. Ну и все высекающие из этого последствия. Не буду много говорить, потому что не все можно открывать и не все сразу. Все откроется в свое время, друзья. Унибус Ю-621. Этот красавец, первый, да, первый самый, я бы сказал так, первенец нашего вида транспорта. Он сейчас красуется у Анатолиадыча Юницкого в кабинете. Я дальше покажу фотографии. Вот этот тот мальчишка, который показал лайк, палец вверх, именно по отношению к юнибусу, юнибайку, двухместному юнибайку. Вот на заднем плане у мальчишки мы видим этот прекраснейший UV транспорта, да, юнибайк. Юнибайк, вы знаете, последнюю поездку с коллегами я был с Франтишиком Соларом и с Владимиром Масловым. Мы посетили этот наш великолепное девятиэтажное здание сегодняшнее. И я, как тот же самый мальчишка, поставивший лайк, я не смог удержаться и, как это, залез, залез посидеть в этом красивом первенце. Когда он запускался в шестнадцатом году, в ноябре, те, кто не знают, те, кто знают, уже старички все знают, что в шестнадцатом году это был первый, да, первый, первый, самый первый, не первенец, который поехал по полужесткой путевой структуре на высоте от земли три метра. И тогда присутствовало пять различных стран на именно запуске. Пять стран вещали именно в ноябре, это было холодно, для них, для нас суровые зимы нипочем. Но, тем не менее, я как мальчишка тоже, ну, не только я, один, конечно, коллеги тоже, и Франтишик Солар, и Владимир Маслов, они тоже посидели, запечатлились в этом прекрасном юнибайке двухместном. Но тогда я помню, что юнибайк еще был с исполнением, у него были педали, то есть можно было вот на заднем сидении, именно где я вот сейчас нахожусь, можно было покрутить педали, там была динамо-машина, и зарядить аккумулятор дополнительной энергии. И, естественно, заняться фитнесом, да. Вот, это было, это было тогда. Сегодня мы с вами поговорим вот о Юницке и Стринг Технологии, такое название сегодня имеет наша технология, и новый инженер, я бы так сказал, инженер нового мира, именно о Анатолии Эдуардовиче Юницком. Он хорошо выглядит, в великолепной физической форме, и это действительно инженер нового мира, как сейчас его называют. И это тот человек, который, я бы так сказал, папа этого вида транспорта, вот так. То есть тот человек, который этот вид транспорта вывел на сегодняшнюю планку, вот такую хорошую, прекрасную планку. И та планка, которая у нас сегодня есть, она показывает именно хорошую сторону нашего вида транспорта. И спасибо, конечно, Анатолию Эдуардовичу, инженеру нового мира, именно основателю, именно человеку, который более 40 лет продвигает этот вид транспорта. И на сегодняшний день с нашей помощью ему это получается, у него это получается и у нас. И, конечно же, вот мне нравится эта фотография, где Анатолий Эдуардович смотрит свысока вдаль. Конечно же, в этой прекрасной светлой голове очень много всевозможных идей и дальше, как дальше будет развиваться и как дальше будет позиционироваться наш с вами вид транспорта. И об этом он очень хорошо говорит вскользь и проговаривал. Если кто не смотрел, я в конце покажу, тоже еще ссылочку дам. Если кто еще не смотрел и кто еще не ознакомился с фильмом, он довольно-таки длинный, но тем не менее он настолько объемный и настолько емкий, что его обязательно нужно посмотреть. Это фильм «Перезагрузка». Он еще доступен пока в Ютьюбе. Почему доступен? Потому что Анатолий Эдуардович там показывает сегодняшнюю составляющую, то, что происходит, и раскладывает ее на все по полочкам, я бы вот так сказал. Показывая, что происходит именно тем людям, которые еще не видят. И при этом у него есть призыв к людям о том, чтобы они проснулись. Нужно посмотреть этот фильм. И он, конечно, полностью шаги открывает. Шаг один, шаг второй, шаг третий. И то, что на сегодняшний день, то, что будет далее. И есть ли выход. А выход, конечно, есть. И он четко показывает, какой именно выход. И, конечно, у Анатолия Эдуардовича Юницкого в кабинете не только мы, как мальчишки, Франтишек Солар, Владимир Маслов и я, значит, еще раз посидели, пофотографировались в этом первенце, первом юнибайке двухместном. Но и, если посмотреть на выражение лица на этой фотографии Анатолия Эдуардовича, этот прекрасный, такой, я бы сказал, солидный мужчина. Я имею в виду тот, кто стоит на заднем плане в виде тропической машины, тропического исполнения. Такая, на первый взгляд, вроде бы простенькая машина, но, на самом деле, сложнейшая машина в исполнении внутри, но и также очень красивая и прекрасная топовая снаружи. И еще, конечно же, салон. Салон тоже исполнение настолько великолепное. И вот тому доказательство было последнее выражение Алексея Суходоева. Завтра он, скорее всего, на своем вебинаре тоже об этом скажет. Ему довелось в Арабских Эмиратах, сейчас, находясь в Дубае, прокатиться на этом виде транспорта. Именно там, по нашей путевой структуре 400-метровой. И он был поражен, насколько шумоизоляцией и все остальное было доделано. Доделано и доведено до ума. То есть, эта машина уже имеет место быть. И она, конечно, показывает полностью, насколько мы профессионально к этому вопросу уже подходим. И подошли в исполнение. И спасибо большое Анатолию Владычу Юницкому. Вот на этой фотографии он, конечно, как и мы, очень рад этой машине, потому что эта машина – это новый такой имиджевый наш выход на рынок. И он достойный. И очень красивые и потрясающие. И мне они очень нравятся, такие павлинообразные промежуточные опоры. Это как раз трасса, для тех, кто смотрит первый раз, для тех, кто не знает, это трасса в Арабских Эмиратах, которая уже запущена, уже засертифицирована. И именно на этой трассе, именно про эту трассу можно говорить, как 400-метровая трасса, засертифицированная от точки А до точки Б, можно проехать реально и разрешенно на этом виде транспорта. Естественно, согласовав моменты с руководителями этой площадки. Потому что строительство еще далее продолжается. Потому что сейчас идет строительство по грузовой трассе. Мы знаем, что Юниконд у нас бегает на этих просторах. Именно по этой же трассе подвесная машина у нас передвигается. И Юниконд подвесного типа, я сейчас дальше о нем скажу. Сейчас о нем будет сказано. Эти промежуточные опоры мне очень нравятся. И решение инженерное в плане дизайна и в плане вообще составляющей очень красивое. Я очень рад, что у Анатолия Владыча полет мыслей такой широкий в этом плане. И он не ограничивается только Г-образными и другими опорами. Но еще и преобладает такой вид или взгляд со стороны. Я думаю, что дальше будет еще лучше и лучше в инженерном исполнении. Естественно, по заказам, скорее всего, и заказчиков. Машина сложная. На первый взгляд можно посмотреть на нее и сказать, что машина коробочка и коробочка. За красивый фюзеляж, красивые необычные формы. Но внутри, конечно, машина очень сложная. Очень сложная. Напичканная электроникой. Наши мотор-колеса. Естественно, она сделана под климатические условия Арабских Эмиратов. Арабских Эмиратов это жара до 60 градусов плюс знойные ветра с песком, с пылью и со всеми составляющими. Соль, естественно, морская пучина приносит вместе с ветром. Поэтому вот те позиции, то малое количество из 10 пунктов, это то малое количество напичканного именно оборудования, которое сидит внутри этой машины. Сказать, что эта сложность и составляющая сложных всех компонентов, она как бы и в то же время делает минус машине. Нет, я бы так не сказал, потому что машина прошла испытания в Белоруссии на нашем полигоне. Она там показала себя очень достойно. И на сегодняшний день делается очень большое количество прогонов именно в Арабских Эмиратах. Почему именно прогонов? Почему это нужно? Для того, чтобы понять и отработать все те моменты, которые выскакивают. Выскакивают, конечно, моменты есть. Они, естественно, выскакивают. И невозможно это предугадать. Но, тем не менее, они отрабатываются. Но именно по этой машине, именно вот по этой машине, практически, практически нареканий не было. Потому что уже инженерный состав и те составляющие, которые в нее вставлены, они уже отработаны. И были некоторые моменты, но настолько незначительные. Поэтому, когда я спрашивал у инженерного состава, были ли серьезные какие-то моменты по этой машине. Нет. Именно по этой машине нет. И в этом ключе делаются все остальные теперь машины. Поэтому это дорогого стоит. Это дорогого стоит. И это очень показательно для тех партнеров и для тех на сегодняшний день коллег, которые с нами уже заключают контракты. И дальше, как это, закладывают дальнейшую с нами взаимосвязь. Контейнерные перевозки. Этот Unicorn, он, конечно, эта машина подвесная. Мы знаем, что у нас есть машина еще навесная. Вот в данном случае подвесная машина была сделана и опробирована. Тоже она прошла свой первый первоначальный тест в Мариной горке. На сегодняшний день она набирает обороты именно в Арабских Эмиратах. И это очень тоже важный момент. Не нужно обращать внимание на зауженность контейнера. Хотя задавался вопрос Анатолий Градович Юницкому. И вы знаете, он видит в этом очень большую перспективу. И очень большой тоже плюс. Не только 20- и 40-футовые контейнеры, но и вот такие маленькие контейнеры, зауженные на одну тонну. Они тоже по его видению, по его взгляду, а его видение практически никогда, он не ошибается в этом, практически никогда, за исключением, может быть, временного какого-то момента. Что его взгляд на то, что именно этот контейнер будет тоже востребован и может быть даже на 50%, а на остальные 50% 20- и 40-футовые. Я в этом вижу что-то такое, что имеет место быть. Вы знаете, потому что мелкие перевозки, вот эти мелкие, не всем фермачам и не всем перевозчикам нужны вот эти большие, огромные контейнеры 20- и 40-футовые, за которые нужно платить. У меня, допустим, много очень партнеров, которые перевозят мелкие грузы, до тонны где-то так, плюс-минус. И что-то мне подсказывает, что все-таки Анатолий Градович, мы на верном пути, вот так бы я сказал. И эта фотография мне очень нравится, это первая, тот первый костяк, инженерный костяк, который именно поднимал в Арабских Эмиратах и ставил на колеса, я бы так сказал, нашу технологию. И, конечно же, наверху Анатолий Градович с Надеждой Геннадьевной, на самом верхнем, возле первого детища такого красивого тропического вида нашего транспорта. Эти фотографии вы уже видели, они уже бороздят территорию интернета. Но вот именно этот слайд мне тоже очень нравится, потому что когда-то, когда-то Анатолий Градович точно так же в 3D изображении показывал экотехнопарк в Мариной Горке. Именно так инженерно было изготовлено 3D изображение экотехнопарка в Мариной Горке. И на сегодняшний день вот это 3D изображение парка в Шарже, вот он такой будет. И мы уже знаем, что вот на первом плане, ближе к нам, в самом низу, вот эта 400-метровая дорога, да, вот сейчас я стрелочкой показываю, если вам видно, 400-метровая трасса, она уже готова. И экодом уже готов, вот стрелочкой. И прямо напротив экодома там уже дальше продолжается строительство именно по грузовой линии, по грузовой трассе с продолжением. И это очень радует, потому что та задумка и те вещи, которые воплощаются в Арабских Эмиратах, они играют большую роль во взаимодействии, во время переговоров. И так, ну так сложилось уже и в Российской Федерации, и в других странах. Ну, в основном, вот я сейчас буду говорить про Российскую Федерацию, что задавая вопрос, получая вопрос, вернее, от чиновников, от высокопоставленных лиц, где и как и что вы делаете, помимо Белоруссии. Но вот Арабские Эмираты их почему-то как-то впечатляют, я бы вот так сказал. Впечатляют и говорят, ну тогда да, конечно. Это исторически так сложилось. Не могу сказать, с чем это связано, но если взять из истории, да, вертолет наш Сикорского, он был построен, ну тоже когда-то был построен за границей. И потом это все было принято, и он уже был признан на родине. Ну как-то так. Но это не связано именно с признанием, это связано с тем, что так сложились звезды, так сложились партнерские отношения, и первые партнеры, которые откликнулись и увидели в этом перспективу, это оказался вот именно Восток. Когда-то Анатолий Эдуардович чертил вот именно чертежи эти и рисунки с масштабом 1 к 40, 1 к 20 именно нашего вида транспорта, да, который сейчас существует. И он здесь вот, я вижу, мне очень тоже нравится этот вот чертеж. Анатолий Эдуардович разместил даже не только багажное отделение, но еще и, вот видите здесь, туалет, да, и еще какие-то там вещи. То есть все это вот именно в таком вот юнибусе, число мест 12, конечно же они видоизменились, конечно же они улучшились, конечно же они стали более привлекательные на сегодняшний день. Но главное, главное, что это имеет место быть. И те задумки по рельсу, именно по нашей путевой структуре, которые были у Анатолия Эдуардовича в книге, если кто-то читал или просматривал его книгу, там порядка более 40 видов всевозможных рельс, которые были в его голове заложены. Но вот оптимальность и оптимальный момент, это вот тот, который у нас сейчас есть. Именно, я бы так сказал, основа технологическая, это вот три типа путевой структуры, да. Это жесткий рельс, гибкий рельс и полужесткий рельс. И здесь хочу уделить внимание, друзья, что вот именно в середине, да, средний гибкий рельс, гибкая неразрезная путевая структура не является аналогом канатной дороги, потому что ее всегда путают с канатной дорогой. И вот в данном случае, в двухдневной поездке в Санкт-Петербург, у нас именно от чиновников, я услышал вот именно такой момент, ну, это же канатная, как канатная дорога. Нет, останавливаем сразу, тормозим сразу и говорим, что нет, мы не являемся аналогом канатной дороги, мы совершенно другие. То есть три типа рельс, жесткий, гибкий и полужесткий. Все три типа в зависимости от вида транспорта, в зависимости от ландшафта, в зависимости от разных моментов. Еще один есть четвертый тип, это колтюбинговая труба, да, помним этот маленький юнивинт двухместный. Но это полулегкая, облегченная путевая структура для гор, я бы сказал так, для гор или для труднодоступных мест, где мы не можем добраться к каким-то видам транспорта. Но тем не менее, наши опоры мы можем принести туда нашим дроном и там смонтировать. Они очень быстро монтируются. Очень нравится мне именно эта фотография, наш фотограф запечатлел шесть действующих машин на одной фотографии, на разных путевых структурах в разных моментах. То есть полужесткая путевая структура, в середине идет провисающая путевая структура, дальше мы видим как раз колтюбинговая труба, там юнивинт выглядывает из-за юнибуса 28-местного. И жесткая путевая структура с подвесной и навесной машиной. Навесная машина высокоскоростная, подвесная берельсовый юнибус. И это очень радует, что у нас такой большой, я бы сказал, такой широкий спектр в нашей технике. То есть юникапы от 5 до 5 человек, юнибайк от 1 до 5 человек. Кстати, юнибайк это в ближайшее время будет, я знаю точно, что персональный автомобиль. Берельсовый юнибус на 28 человек, монорельсовый на 14 человек и так далее, так далее, и так далее. Очень большой спектр такой из 11 моделей, он разный по вместительности, он разный по направлению в зависимости от заказа. То есть к заказам, к заказчику мы полностью готовы во всем ракурсе. И вы знаете, что сейчас у нас еще одна машина делается, да, длинная такая машина на большее количество пассажиров. Мы изготавливаем специально, потому что ее тоже надо протестировать. В сочлененном состоянии именно вот наши машины, они должны быть протестированы. Все машины на сегодняшний день должны быть протестированы. И четко мы должны отработать все моменты, которые выявляются. Выявляется все меньше и меньше и меньше моментов по именно путевой структуре, по взаимодействию мотор-колесо, по взаимодействию электроники. Все меньше и меньше и меньше, потому что это все уже отработанное. Какие-то маленькие моменты выявляются, но выявляются только в тех местах, где идет усовершенствование. То есть вот, например, наша противосходная система и вся гидравлика, которая была, она заменена на пневматику. То есть у нас улучшился ход нашего вида транспорта, он мягче стал и, естественно, лучше. Поэтому эти моменты дорабатываются. Юниконт. Вот на данном слайде вы видите навесную машину именно Юниконт, который... Разработан реально для того, чтобы перевозить на... Ну, во всяком случае, меня восторгает, потому что Анатолий Ладович заложил в эту машину две составляющие. Не только перевоз 20-40-футов контейнеров, но еще съемный блок, то есть съемный блок на перевозку людей. То есть мы можем... Я бы так сказал, два в одном. Перевозка груза и перевозка людей. Задумка великолепная. И эта задумка, видимо, знаете, как не прорезонировала. Эту задумку взяли тоже на вооружение и к себе на абордаж. Вот так я бы сказал. Концерн Мерседеса. Концерн Мерседеса тоже я как-то пять или шесть презентаций назад показывал. Урбанетик. Они тоже сделали, попробовали сделать 3D-графику. Именно базу на первом уровне, на земле оставили ту же самую. А непосредственно машина двигается дальше. Вернее, база двигается дальше, а контейнер, контейнер грузовой и пассажирский меняется. Вот, поэтому именно этот контейнер, именно эта подвесная машина, которая перевозит на этом слайде зауженный контейнер. Я думаю, что-то мне подсказывает, это будет самая передовая машина по перевозке груза. Что-то мне такое пока подсказывает. Модель. Модель. Продували мы модель в 2017 году в Санкт-Петербурге. В масштабом 1 к 5. Именно такая модель получила очень хорошие показатели по коэффициенту аэродемического сопротивления. И мы знаем, что именно эта модель в этом корпусе на сегодняшний день так и есть и осталась. И мы ее произвели именно в этом капле такой видной формы. Кстати, коллеги из Санкт-Петербурга были удивлены, что мы продували модель высокоскоростного юнибуса в нашей аэродемической трубе. В Санкт-Петербурге в 2017 году. Коэффициент аэродинамического сопротивления ЦХ получен очень, я бы так сказал, что достойный. И мы на первом месте по книге, ну в кавычках Гиннесса, вот так, чтобы понятно было. То есть таких аэродинамических сопротивлений не имеет никто. Очень хорошие фотографии, мне они так нравятся, где Анатолий Радыч с Сергеем Сибиряковым тогда делали скелет именно первого юнибуса, да, пассажирского, длинного. Вы видите, как они его делали такой, ребра и фюзеляж. Ну, в общем, трудились и пробовали, и не получалось. Но, тем не менее, Анатолий Радыч, вы видите на фотографиях, здесь со сломанной ногой. В общем-то, должен был быть дома. Но, тем не менее, он пришел в этот цех, где было не всегда тепло. И для того, чтобы посмотреть, как продвигаются дела. То есть настолько, Анатолий Радыч, всегда стремление к тому, чтобы воплотить свое детище в жизнь было велико. И спасибо ему, что оно сейчас остается настолько велико. И настолько это видно, я бы сказал, по его энергетике и по последним событиям, когда он четко отдает команды, что нельзя, что можно делать именно в Арабских Эмиратах для того, чтобы было все хорошо. И этому нужно следовать. Натяжение. Помните, натяжение, сейчас это уже не секрет, но, тем не менее, тогда мы вот на этой фотографии очень хорошо видно, что именно первые моменты отработаны были в озерах. В озерах все цифры и все показания были отработаны. И вот то, что мы сейчас имеем, эту красивую машину, потрясающую машину. Конечно, она очень красивая и элегантная и неповторимая. Конечно, такого еще в виде транспорта нет. И этот вид сбоку, когда мы видим с правой стороны, именно анкерную опору, она же станция, да? Двухъярусная станция, на первом этаже музей с именами и с заслугами и всевозможными регалиями. Но вот мы здесь показываем, на этой фотографии очень хорошо показана путевая структура, подвесной и навесной вариант. Экотехнопарк в Мариной Горке. Он уже, он не просто стал таким отправной точкой для нашего вида транспорта, но он и сделал, и делает очень многое на сегодняшний день. То есть, именно на этом месте машины проходят те десятки тысяч километров, которые они должны накатать. И достойно ведут себя машины. Конечно, спасибо этому полигону. Я не люблю это слово полигон, но для того, чтобы было понятно. Я бы сказал так, месту, да? Спасибо этому месту, где мы тестируем и опробируем, ну я бы так сказал, доделываем, докручиваем, вот так вот что ли, долаживаем. Потому что инженеры, вот как раз Г-образная полужесткая путевая структура, она была специально сделана, не высоко над землей, 3 метра над землей, для того, чтобы инженерам было удобно обслуживать технический наш вид транспорта. Фурор был на, все прекрасно знают, те, кто уже бывалые наши старички, фурор был произведен на выставке, которая проходит раз в два года в Берлине. Мы знаем, что эта выставка и на Транс 2016 была, и на Транс 2018. На 2016 мы показали две машины, на 2018 мы показали вот именно этот высокоскоростный, Юнибус Ю4-362, это высокоскоростная машина, она, конечно, действительно сделала фурор. Фурор не только для нас, но фурор и для Симминса. Вы знаете, что Симминс, тогда инженерный состав, они подходили и смотрели эту машину, но не только они, конечно. И мы были тоже поражены этой красотой. Машина действительно, ну, она достойная. И не только снаружи, но и внутри. Я, естественно, очень долго сидел и не мог поверить, что мы такое можем делать. Молодцы, молодцы ребята, молодцы инженерный состав и молодцы, 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 конечно, персонал. Вот именно этого небольшого завода, нашего завода в городе Минске, да, там работает более 120 человек на сегодняшний день. И тот костяк, который работает на этом заводе, он такой уже закоренелый. И ребята знают свое дело. Я бы вот так сказал. И вот на левой верхней фотографии Симминкевич, руководителя этого предприятия, он, конечно, имеет очень большой опыт в производстве. И как нужно правильно делать, я бы вот так сказал. Юницкий Стринг Технологис, теперь мы называемся так. Это наше девятиэтажное здание. И в последнем визите с коллегами Франтишек Солар, Владимир Маслов и я, когда мы были, мы поняли, что решение было правильное. Когда Анатолий Дадович переместил все полностью, весь инженерный состав, именно в этот дом, в девятиэтажный, под номером 33. Для тех, кто немного знает или изучал нумерологию, посмотрите, номер 33. Знаковое число, очень хорошее число тоже. И не только число, но и само здание по месторасположению находится очень хорошо. И по вообще расположению инженерного состава. То есть на первом этаже находится Анатолий Дадович и кабинет. Большой очень кабинет с большим столом. И на верхних этажах уже находится весь инженерный состав по отделам. И вот как раз вы видите на этом слайде фотографию, когда мы именно посетили Эко-технопарк Анатолия Дадовича. И мы два дня общались. Вот Франтишек Солар, Владимир Маслов, я. Мы два дня общались с Анатоли Дадовичем в Эко-технопарке. А в понедельник мы уже приехали вот именно в офис. И здесь посмотрели, как все обустроено. И вот как раз мы фотографировались именно на фоне этого первенца. Первый наш юнибайк двухместный, который прошел тест на полигоне в Марьиной Горке. Потом уехал в Дубай. Был на выставке. Помните, когда на выставке Инотранс 2016 заявлено было три машины? Заявлено была одна машина. Вернее, было... Как это? Не заявлено. А три машины было укомплектовано, но заявлено была одна. И именно та, которая была заявлена, почему-то она попала в аварию. Да. Почему? Делайте выводы сами. Вот. Еще раз показываю фотографию. Не удержались мы все втроем. Конечно, все сфотографировались. И Владимир Маслов, и Франтишек Солар, и я. Вот. Далее мы поднялись наверх и по всем этажам прошлись и посмотрели, как обустроились инженерный состав. И на данном слайде вы видите как раз нашу беседу с Евгением Петровым. Это человек, который руководит отделом по адресным проектам. Его кабинет еще не обустроен. Это его кабинет на самом последнем этаже. Но практически всегда он находится рядом с Анатолием Владычем внизу. На первом этаже. Там есть еще два места, где они находятся. Не удержались мы все. И попросили у Анатолием Владыча, конечно, книги. Книги мне нужны были на английском языке для коллег. Вот вы видите как раз с правой стороны. На английском языке, с левой стороны на русском. Я для коллег, зарубежных коллег взял несколько книг. Они, конечно, увесистые. Но, тем не менее, это нужно было сделать. Потому что книга очень достойная. И я очень дорожу этой... Что книга подписана именно автором. И она мне очень дорога. Если у кого будет возможность, или кто не приобрел еще эту книгу, вот внизу ссылочка librint.ru, букс и его позывные этой книги. Книг напечатано было не очень много. Поэтому те, кто желает, или у кого еще отложилось в голове, что нужно бы заказать, закажите, пожалуйста. Потому что такая книга должна быть. И, во-первых, ее нужно для наших партнеров. Ее я рекомендую вам прочитать. Потому что в книге, конечно, изложены такие моменты жизненные. И вообще, это путеводная такая звезда, я бы сказал. Еще одна книга у меня есть. Струнные транспортные системы. В золотом оплете. Тоже в 2019 году. Анатолий Леонидович подписал мне и Ирине. Я тоже ей дорожу. Как от автора. Эта книга немного другая. В ней 800 страниц. Она чуть-чуть более емкая. Вот я в арсенале имею такие две книги. Если кто-то не имеет инженер, закажите, коллеги. И, конечно, при возможности подписать у автора. Это было бы вообще очень приятно, во всяком случае, для тех, кто имеет эту книгу. Вот. Здание большое. Его видно издалека. И очень хорошо, что мы сейчас на верхних этажах написали, вернее, это как не написали, а сделали вывеску именно Юнистский Стринг Технологи нашей компании. Это очень важно. Инженерный состав у нас прибавился. У нас, помните, Надежда Геннадьевна сказала, что в связи с пандемией, в связи с ситуацией, которая происходит в мире, немножко инженерный состав поубавился. Сейчас инженерный состав прибавляется, пришло немного новых талантливых инженеров. Но основной костяк, основные инженеры, которые с нами уже давно и которые знают свое дело, они у нас, конечно, работают. И работают достойно. Работают достойно. И всех инженеров. Анатолий Ладович, конечно, сам тестирует, сам проверяет и очень многим, я бы так сказал, дорожит. И это хорошо. Это очень хорошо, потому что предстоит работы очень много. И, естественно, Анатолий Ладович Юнистский уделяет много внимания новым технологиям. Не говоря уже, мы не говорим о BIM, технологии 3D моделей. Мы говорим о разных технологиях, которые помогают нашим инженерам воплощать, быстро воплощать и быстро, как это, знаете, как из графики делать, из графики делать то, что произведено на бумаге. Вот так вот я вам сказал. Из бумаги на графику, а с графики уже вживую, вжилую, вживую. Конечно же, DESAL-технология создания 3D моделей тоже помогает, она сопрягает вот эту реальность. Я бы сказал так, знаете, как реальность, контроль качества и строительство все вместе. Это тоже необходимая для нас программа. И я вот на данном слайде видно, я как раз был свидетелем, когда инженер изменил параметры. И та или иная деталь была уже произведена так, как надо, хотя, в принципе, миллиметр в миллиметр там не проходило. То, что у нас именно наша технология постоянно улучшается и постоянно она, знаете, я как бы сказал так, усовершенствуется, это очень радует. Не говоря уже о колесах, о пневмосистеме и всевозможных моментах, связанные со зрением, со слухом и с шумоизоляцией, с качеством движения по рельсу. Ну и вообще, по всем этим параметрам, сегодня мы достигли из десяти, я бы сказал, восьмерочку. Переходим на девяточку и, наверное, уже близко подходим к десяти. И тот момент качения плоской головки рельса, да, и токосъем колесо-рельс, это тоже большой наш плюс, и он отработан. И это очень важный момент. И, конечно же, те результаты и те цифры и те испытания, которые были сделаны вот в озерах, если кто не знает или те, кто будут смотреть первый раз, это первая наша трасса 150-метровая, 15 метров в высоту, где мы отработали, где ЗИЛ, вот этот ЗИЛ-131, но мы не обращаем внимания именно на ЗИЛ, потому что здесь мы отрабатывали путевую структуру. То есть здесь машина ездила по рельсу, то есть рельс, именно рельс здесь главное, то есть он выдержал те нагрузки, которые были заявлены. И здесь именно в озерах мы отработали предмет натяжки, именно фиксации, и анкерные опоры, и промежуточных опор, и все вот эти моменты были зафиксированы, запракатоколированы, и мы получили цифры, которые нам помогают. И помогали, и сократили время, очень большое время сократили все эти, все цифры, которые получены в озерах. Да, вот, Экотехнопарк, я про него уже сказал, это наш большой помощник, и великолепное место, куда мы, кстати, не просто планируем, а куда мы привозим делегации. Вот сейчас партнеры, которые вот именно Владимир Маркович с Франтишком Солар занимаются именно направлением Вьетнама, вьетнамские партнеры, вот на сегодняшний день мы планируем все-таки их привезти. Не знаю, как повлияет ли на сегодняшний день та ситуация в мире, она вообще немножечко повлияла, чуть-чуть притормозила капельку, вообще весь мир, я бы вот так сказал. Но, тем не менее, мы шагаем, мы шагаем, и очень хорошо, и даже, если даже не смотреть, закрыть глаза на то, что неполная информация сразу выливается, я читаю в чатах, в Телеграме и во всех наших ресурсах, что люди там, ну где же информация, ну почему же не выдается информация, ну когда же будет из Экспо, мы же на Экспо. Ребят, коллеги, друзья, полностью, мы же в свое время доверились Анатолию Радовичу, и я знаю точно, что Анатолий Радович не просто так все это делает, и неспроста все это происходит, раз так надо, значит так нужно только для того, чтобы было лучше и было успешно именно он. Потому что только Анатолий Радович знает все нюансы, и я вам в конце покажу там некоторые моменты из личного кабинета, если кто-то не заметил, именно там были строчкой прописаны, ну обращу внимание чуть подальше, да. Начало. Помните, когда мы начинали в 2015 году геодезические испытания в экотехнопарке в Мариной Горке, тогда закапывали мы письмо, письмо не одно, а сейчас скажу, по-моему, три письма потомкам, закопанные с определенным промежутком времени, должны быть вынуты и прочтены. И, по-моему, если я не ошибаюсь, вот наступает следующий год или 23-й год, когда первое письмо должно быть прочитано. Мне очень интересно, конечно, то же самому, потому что тогда на этом полигоне закапывалось, когда и закладывалось туда не только письменная составляющая, но и энергетическая составляющая.